Здравствуйте! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Юлия Великодная и в этом выпуске. Холод на пути к знаниям. Школьникам Ленска приходится учиться в верхней одежде. Из Нижнего Бестяка на поезде в этом году ЖД вокзал встретит первых пассажиров. В день российского студенчества фото выставка в аэропорту, как якутские студенты отмечают праздник. Учиться в верхней одежде пришлось некоторым ученикам в Ленской школе номер один. Температура в этих классах не превышает отметки 10 градусов. Причина тому неутепленные окна и трещины в фасаде здания. Из бюджетов республики и местной администрации уже выделены средства на ремонт школы. Однако работы можно будет начать только в теплое время года. До этого момента детей переместили в теплые кабинеты. Учебный процесс продолжается без каких-либо изменений. В этом году из государственного бюджета и федерального бюджета на капитальный ремонт данной школы были выделены средства в объеме 15 миллионов и плюс к этому полтора миллиона выделены за счет местного бюджета. И на эти деньги составлены четыре контракта и должны произвести замена окон. Не меньше 23 тысяч рублей и 26 тысяч для бюджетников Крайнего Севера. Таким должен быть с этого года минимальный размер заработной платы для работников государственных и муниципальных учреждений нашего региона. Для этого создается республиканский штаб по контролю за реализацией федерального закона о минимальной размере оплаты с привлечением органов прокуратуры и Рострудинспекции, обратиться в который можно будет в случае, если размер зарплаты не отвечает закону. И самое главное, чего мы должны добиться, это каждый человек должен знать, что с 1 января текущего года минимальная зарплата со включением налогов НДФЛ, включая НДФЛ, не должна быть менее 23 тысяч 723 рублей, а с 1 января не менее 27 тысяч 900 рублей. Поэтому вот этот ключевой момент, и каждый человек, который будет трудоустраиваться, должен требовать эту сумму, и, соответственно, и работодатели должны знать. Миллион специалистам для переезда на Дальний Восток предложило Министерство по развитию Дальнего Востока совместно с Минтрудом России. Уже подготовлен законопроект, и если он будет одобрен с 2019 года, переселенцы смогут рассчитывать на солидные подъемные. С подробностями Стас Михайлов. Программа трудовой мобильности уже действует в России с 2015 года. Выплата по ней составляет 225 тысяч рублей. За три года с ее помощью удалось привлечь немногим более тысячи человек, при том, что в одном только Хабаровском крае в ближайшее время планируется создать 12 тысяч рабочих мест. Первым вопрос об увеличении выплат до миллиона рублей поднял губернатор Хабаровского края на Днях Дальнего Востока в декабре прошлого года. Такая инициатива вызвала вопросы тех, кто проживает на территории давно и уезжать не собирается. Но поправки в программу предусматривают не только увеличение суммы субсидии, но и возможность приглашать персонал на уже действующие предприятия, а не только на новые проекты. А также возможность участвовать в программе и самим дальневосточникам, переезжая для работы из одного региона Дальнего Востока в другой. Вот это как бы на самом деле заблуждение, что мы якобы кому-то тут раздаем миллион рублей и привозим их на Дальний Восток, а не используя местные кадры. История совсем другая. Это те кадры, которых нуждаются предприятия и которые они не могут найти сами на Дальнем Востоке, ищут за пределами Дальнего Востока, и просто этот миллион рублей идет на компенсацию текущих расходов по приезду, адаптации. Одно из крупнейших дальневосточных предприятий – Хабаровский судостроительный завод, выполняющий как гражданские, так и водяные заказы, в связи с увеличивающейся загрузкой уже ощущает кадровый голод в специалистах, имеющих высшее образование и опыт в кораблестроении. Если государство разработает определенные механизмы, мне и люди будут с удовольствием сюда ехать. Потому что пока, насколько я понимаю, идет отток людей отсюда, на запад. Это нормальное решение вопроса, поэтому, я думаю, всем это будет на пользу. Если Госдума одобрит законопроект, новые меры поддержки начнут действовать с 2019 года. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск. К другим темам. В прошлом году компания «Железные дороги Якутии» перевезла 4,5 миллиона тонн груза, что превышает показатели 2016 года на 17%. На станцию Нижний Бестяг прибывают грузовые поезда с народно-хозяйственными товарами и топливом. С этого года якутские железнодорожники ожидают значительное увеличение грузопотока, так как со 2 января этого года идет значительное снижение тарифа на грузоперевозку от 30 до 70%. В зависимости от номенклатуры. До конца года запланировано завершение строительства линии «Тамот-Нижний Бестяг» для перевозки пассажиров. С 1 декабря 2017 года ввели мы в работу контейнерную площадку по станции Нижний Бестяг. Это уже была необходимость, потому что у нас увеличился объем перевозки контейнерных поездов на станцию Нижний Бестяг. В связи с этим мы запустили в эксплуатацию данную площадку. Теперь груз приходит в контейнерах на станцию Нижний Бестяг, мы подаем его на контейнерную площадку, там это все перерабатывается. И далее уже груз уходит на Якутск. Тарифом оплачивают теплоэнергию 2000 предпринимателей Якутии. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета по ценовой политике республики Дмитрий Антонов. Основная экономия произошла для субъектов малого и среднего предпринимательства, находящихся в районных центрах и крупных населенных пунктах. Поселенческие тарифы начали вводить два года назад. Тогда для районов устанавливали единые размеры выплат. Это приводило к внутреннему перекрестному субсидированию. А работа поставщиков в отдаленных населенных пунктах стала заведомо убыточной. Теперь же цены устанавливают точечно на каждый населенный пункт с учетом всех затрат на топливо и содержание объектов теплоэнергии. Темпы роста тарифов замедлились, то есть сложились меньше среднерайонного для 5600 потребителей. Опережающий темп роста тарифов сложился для 4500 потребителей, то есть выше среднерайонного. Достигнута, как я говорю, повышена прозрачность тарифов, а также активизировались процессы энергосбережения и заключения энергосервисных контрактов. Программа материнского капитала продлена до конца 2021 года. Размер выплаты не изменится и составит 453 тысячи рублей. Все же некоторые нововведения коснулись цели и использования маткапитала. Евгения Андросова продолжит. Последние три года сокращается рождение количества вторых и третьих в семье детей. Если в 2015 году родилось примерно 8 тысяч малышей, то в прошлом году всего около 5000 новорожденных непервенцев. Исходя из этого был принят ряд законодательных инициатив президента России по повышению уровня демографического роста нашей страны. Это сразу две выплаты. Первая выплата это на первого ребенка. Я сразу хочу разъяснить всем, что эту выплату осуществляют органы социальной защиты. К компетенции пенсионного фонда относится ежемесячная выплата, которую можно получать при рождении второго ребенка, при условии, что этот ребенок родился после 1 января 2018 года и при условии того, что среднедушевые доходы семьи составляют меньше чем полтора раза от установленного прожиточного минимума в регион. Кроме того, на рождение третьего и последующих детей полагается республиканский материнский капитал семья. Потратить средства можно на улучшение жилищных условий, образование детей, медицинскую помощь, приобретение транспортного средства и развитие подсобного хозяйства. Да, мы использовали материнский капитал на приобретение автомобиля. Сложностей не было. Мы подали заявление и буквально через месяц мы уже получили денежные средства. Сертификатор республиканского материнского капитала можно получить в Управлении социальной защиты населения и труда по месту жительства. Евгения Андросова, Григорий Охлопков, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск. День российского студенчества отмечается сегодня в нашей стране. Официально этот праздник утвердил Владимир Путин в 2005 году. Но история этого дня уходит корнями в далекий 1755 год, когда императрица Елизавета I подписала указ об учреждении Московского университета. Теперь же это один из главных праздников всех студентов, в том числе и получающих образование в Якутске. Письмо за активное участие в добровольческом. Хотелось бы для начала поздравить всех студентов с нашим праздником. Действительно быть студентом Северо-Восточного федерального университета очень почетно и очень здорово. Открывается много возможностей и перспектив. Поэтому всем студентам я бы хотела пожелать самое главное учиться, получать свои знания, ну и конечно же заниматься наукой. Помимо учебы и работы я очень активно занимаюсь спортом. И теперь мой распорядок дня состоит из трех направлений. Первая половина дня это работа, вторая половина дня учеба и третья половина дня это спорт. В честь праздника лучшие снимки фотокорреспондентов СВФУ разместили в аэропорту Якутска. Выставка посвящена студенческой жизни и носит название «Вуз высокого полета». Ежегодно тысячи студентов приезжают в университет учиться. Они развиваются, влюбляются. Все эти неповторимые моменты успевают запечатлеть фотографы. Светлана Павлова увлечена фотографией с самого детства. И сегодня ни одно мероприятие в университете не обходится без ее фоторепортажей. Занимаюсь тем, что снимаю мероприятия университета, какие-то тематические темы. И занимаюсь отборкой, также хранением архива фотографий. Лучше всего, конечно, снимать жизнь как она есть, спонтанно, без постановок, как говорится. Большого внимания достойна рубрика «Наука». В ней показаны моменты из жизни научно-исследовательских институтов. Ученые и студенты проводят совместные исследования с зарубежными коллегами. Чем помимо учебы живут бакалавры и магистры, раскрывает рубрика «Студенчество». А самые зрелищные и захватывающие фотографии представлены в рубрике «Спорт». Место для выставки выбрали не случайно. Главные воздушные ворота республики соединяют многие города. В Северо-Восточном федеральном университете же учатся студенты из 58 регионов России и из 28 стран мира. На выставке можно увидеть фотографии, на которых запечатлен неподдельный восторг иностранных студентов от настоящего якутского холода. Вот на эти фотографии, если посмотреть, мы видим студентов из Европы, из Азии. Этот профессор компенсует с Кореей. Некоторые студенты из теплых стран впервые видят снег и зиму в такой красоте, которая у нас имеется. Вот здесь их, например, знакомят с культурой наших народов. В данном случае это масленица. Там им показали, как сжигают чучело, как готовят блины. Экспозиция расположена на втором этаже в стерильной зоне накопителя аэропорта. У пассажиров, ждущих своего рейса, еще месяц будет возможность окунуться в атмосферу студенчества. Саргалана Федорова, Григория Хлопков, НВК САХА, Якутск. К этому часу у нас все новости.